Всем привет, ребята! С вами Дэнди и сегодня я хочу вам быстренько рассказать, как повысить шансы на победу, играя на Квапе. Ведь вы, скорее всего, ее только что пикнули и решили по фасу посмотреть, что же на ней делать. Поэтому этот гайд для вас. Я отыграл несколько тысяч игр на Квапе в своей жизни, у меня 25 уровень на этом герое, поэтому вроде как я что-то в ней смыслю. Надеюсь, это вам поможет. А также хочу напомнить, что наши друзья из компании Вулкан подгоняют приятные бонусы по промокодам Дэнди или Бэйт. Все подробности в закрепе. Успехов, друзья! Не забывайте подписываться на наш ютуб канал и отписывать в комментах фидбэк. Это очень важно. Ну, перейдем к гайду. Итак, Квапа. Квапу обычно берут тогда, когда нужен бёрст в тимфайтах или спейс для основного кора, либо вы хотите уничтожить линию. Я считаю, что Квапа в принципе хороша в любом драфте в пабе, потому что она может носить кучу урона в абсолютно любой ситуации, уходить в физбилд или магбилд и в принципе отстоять мид без особых проблем для себя. Есть, конечно, исключения, но об этом чуть позже. Если у вас в команде есть керри, которому нужно чирить в лесах, то Квапа это хороший выбор. Она очень сильная на начальной стадии игры, когда нужно созвать движуху, напрягать линии, гангать по карте и наводить ужас на команду противника, заставляя их каждую секунду ждать какой-то подляны. Начнем со стадии пика. Брать Квапу на первый пик в пабе это такая себе идея. Вы тут же получите в лицо 5 контрпиков. Только если вы прям ну очень хотите на ней сыграть и берете, чтобы не забрали другие, но это уже на ваш страх и риск. Поэтому лучше попридержать до конца. Квапа обычно доминирует свой лан, если стоит против героев, которые не обладают повышенным хп регеном. Ей не очень удобно стоять против героев, которые не страдают от ее хараса, ведь Квапа в беду обладает огромным килл потенциалом за счет кортика. И если вражескому герою на него плевать, то вам останется только фармить и к сожалению давать фармить ему. А это уже может принести проблемы в будущем. Но даже при этом в умелых руках она может хорошо выносить ранние артефакты и начать доминировать по карте на ранней стадии. Но это займет чуть дольше времени, если не прогнать вражеского мидера с лайна. Итак, если против вас в миде стоят такие герои, как Магнус, Тини, Шторм, Верка, Зесли, Шрак и другие герои обестроенного хп регена, то вам нужно стремиться выбивать из них весь реген, чтобы выгнать их с линии и спокойно фрифармить. Желательно при этом, конечно, иметь хороший вижен в миде, потому что если он вдруг начнет кричать своим, что Квапа меня обижает, вам придет гоп отряд и лучше бы вам это вовремя заметить. А в идеале нужно вообще стараться убить оппонента. Для этого ваш скилл билд должен быть построен вокруг кортика. Я рекомендую качать кортик в 3, блинк в 1 и скрим в 1. После кортика в 3 и ульты я обычно начинаю максить скрим. После этого вы выкачиваете блинк, иногда можно скипнуть талант на 10, чтобы замаксить блинк, а уже потом талант. Это дает раннюю доминацию, сильно бустит любой файт. От вас никто не может ни убежать, ни выжить. При этом после 7 левела можно прийти к вражескому керри на линию и выгнать его оттуда. Как правило, это надо делать либо через руну, либо под катапульту на 5, либо за гангов лайн еще и пропушить заодно вышку и помочь команде забрать баунти. Также бывают случаи, когда вашу команду давят на одной из линий и ваш сейв тп может принести пару важных киллов, которые дадут вам преимущество. Если же против вас стоят герои с повышенным хп регеном, как например дум, дк или некрофос, или герои с обилками, кладущими на ваш кортик, как например темплар или вайпер, или герои, которые могут гонять на базу и пкд регениться, как например фура, то рекомендую качать сразу скрим, чтобы без труда забирать крипов, особенно рейнджовых, и как минимум не отставать по фарму. В скидбилл в таком случае я рекомендую такой, кортик в 1, блинк в 1, скрим максить. В таком случае вместе с ультимейтом вы будете иметь максимальный бирст дэмэдж, как по крипам, что полезно при фарме, так и по героям, где и хп реген им уже и не так-то поможет. Бирст все-таки есть бирст. Также если вы играете в пати с какой-нибудь четверкой, которая роумит, или в принципе в вашей тиме есть четверка, которая роумит, то кортик качать можно, если вы уверены, что она придет в мид и вдвоем вы сделаете килл. Поговорим о талантах. Если вы зайдете в доте на страницу трендов клопы, то увидите, как в зависимости от повышения ранга меняется тренд на таланты. Именно в трендах выше дивайна вы увидите в принципе правильное распределение талантов. Если взять таланты на десятом, выбор падает на талант плюс 8 силы. Конечно, иногда можно взять и дэмэдж, но только в тех случаях, когда у вас нет проблем с выживаемостью, что становится ясно уже на драфте. Если там какой-то тинни с прокастом против вас, то выбор в силу очевиден. На пятнадцатом левеле все довольно очевидно. Если вы идете в магический билд, то имеет смысл взять кд редакшн. Если идете в физ билд, то атак спид. Иногда кд редакшн может приходиться и в физ билде, если вы планируете докупать много полезных кнопок в артефактах. Например, если хотите снизить кд на бкб, еулу, орчиды и прочее. Если посмотреть на тренды двадцатого левела, то можно увидеть, что чем выше рейтинг, тем меньше уберут 25% лайфстила со спилов. И это правильно. А уе кортик слишком крутой талант, чтобы его игнорировать. То же самое касается двадцать пятого левела. Опять можем наблюдать, что при повышении рейтинга игрока талант на спилблок практически игнорируется, потому что талант на аое фир дает вам возможность раз в семь секунд кастовать аое дизайву, что очень важно, особенно в лейтгейме. Теперь по стартовому закупу. Сейчас дефолтный закуп на квапу выглядит так. Две цирклетки, мантл, ветка и фейрик. При условии, конечно, что вас запулили тангусами. Если негодяи этого не сделали, то придется чем-то пожертвовать. Я бы тут жертвовал цирклеткой, брал бы танго, дополнительно веточки, а потом уже довозил нулик. Если против вас в миде будут спамеры, типа бетрайдера, то лучше взять сразу стик. Две веточки, фейрик и цирклетку или мантл. Если вам пять негодей и танго не запулили, то схема такая же. Минус цирклетка, танго с веточками. Здесь по идее тоже относятся к таким случаям, но против него я бы рекомендовал закупить сначала статы, две цирклетки, ветку, мантл и фейрик. На первые деньги купить фласку, а потом уже сразу стики. Важный момент. По поводу фас боту, я бы рекомендовал не рашить боту, а дожать и нулик и грейджные стики. Если все вообще хорошо, то два нуля и грейджный стик. В некоторых ситуациях, если спама вам особого нет, можно и перчатку скоростью купить вперед стика, для разгона, а потом уже брать боту. Но желательно получить боту уже к первой руне на четвертом минуте, чтобы повысить свой ганг потенциал. Рашить боту можно не в самых приятных лайнапах, где вы сразу понимаете, что из вас будут выбивать очень много регена, а соответственно и денег. Что касается ботинка, то самым распространенным для клопы является ПТшка. Она дает клопе очень много, и атак спид, и статы, и при грамотном абузе ПТ и стиков дает дополнительный реген, ХП и маны. Иногда, когда я играю против таких героев, как Темпларка, я выбираю фейзы из-за брони. В редких случаях я беру аркантапки, это касается тех случаев, когда вы видите большой лейт потенциал в игре, и команде не хватает командных артефактов. Через аркантапки вы можете выйти в Гревсы или Лоту Сорку, разобрав арканы. Это в основном касается флейм клоп и в редких случаях медовых. Тривова могут быть хорошим выбором для клопы в лейте, особенно если играете в одной команде с такими героями, как Лекан, Бист и прочие герои с амонами. Легко сплетить линии, а потом прилетать сразу в драку. Соба вы закончили. Дальнейший выбор артефактов полностью зависит от того, что происходит в игре. Один из самых важных артефактов для клопы – это Ю. В большинстве случаев я его собираю на магической клопе и всегда собираю, если против меня есть герои с сайленсом или ченнелинг с пылами, даже если иду в физбилд при этом. Если вы идете в физбилд по полной, то можно начать с орчидо. Опять же, если против вас нет героев с савом. Он сейчас стоит дешевле, чем раньше и очень сильно увеличивает килл потенциал по карте. И хорошо скейлит квапу в лейт, потому что грейдится в блат торн. В целом же оба артефакта сейчас собирать не особо правильно, поэтому в зависимости от ситуации по игре надо будет выбирать что-то одно и добрать артефакт, дающий вам силу. Самым дефолтным из таких артефактов является БКБ. Это один из обязательных артефактов на квапе в любых ситуациях. Как правило, магический билд означает тонковость и выживаемость. Поэтому в большинстве случаев, скорее всего, вам понадобятся такие артефакты, как клинка, если есть точечный кетч, шива, если у врагов много физ урона, армор редакшна или вам не хватает АОЕ. В некоторых случаях клинку можно собрать сразу после Юла до БКБ. Очень хороший артефакт Хекс. Порядок приоритения этих артефактов зависит от происходящего в игре. Нужно грамотно оценивать входящий урон по игре, количество дизейбов у врага и прочие детали. Также в лейте уже можно спокойно собирать рефрешин или акторин. Если же говорить о физбилде, то после Орчада и БКБ очень хорошо заходит сразу какая-нибудь кираса, которая тоже дает вам тонковости и выживаемости и добавляет урон с руки и команду бафает. Тут также можно купить и Хекс. В принципе, в физбилде, как и на любом керри, сборка ситуативная в зависимости от вражеского драфта. Если есть какая-нибудь фантомка, то можно купить и МКБ. Если лансер, то мжоунер. Очень хороший выбор. Также сатаник и скади не будут плохим выбором. Что касаемо аганима, лично я считаю этот артефакт слабым, несмотря на заманчивый кд редакшн, но тем не менее с ним довольно сложно выстроить эффективный билд. Он дает не такой большой прирост всему и требователен по мане. Аганим на клопе в большинстве случаев я вижу только в виде эссенции аганима, чтобы не занимать слот. Клопой вы всегда хотите доминировать свою линию, всегда хотите сноуболиться. Ваша задача стараться контролить все руны, наполнять бутылку, при этом быть максимально эффективным в фарме. Когда вы уходите на ганг, ваш соперник на миде рекаверится, поэтому старайтесь стакать кемпы. Очень важно фокусироваться на доминации на линии, если это возможно. Иногда можно игнорируя доминацию на линии и идти сразу сноуболиться и играть на свой фарм, если чувствуете, что это может дать вам более ранний орщит, например, который поможет еще больше увеличить преимущество по игре. Но в большинстве случаев, повторюсь, приоритет – доминация на линии. Это сильная сторона этого героя. Когда у вас появляется ультимейт, вы сразу же хотите его использовать. Либо на своем линии, пытаясь убить вражеского мидера, или через ганг. Прежде чем уйти на ганг, желательно спушить свой лайн. Так у вас появится около 25 секунд окна, прежде чем придет новая пачка крипов. За это время вы можете успеть где-то убить героя, если вы за этим не следите, то скорее всего вы можете потерять больше, чем заработаете на ганге. Но чем быстрее вы реализуете свой ультимейт, тем лучше. Гангать лучше всего либо в смаке, либо через ТП, чтобы избежать вражеских вардов, которые зачастую стоят на перетяжках. Если вас загнобили в миде со старта, максите скрим и идете в лес. Потому что стоять на лайне смысла, возможно, не будет. Из вас будут выбивать больше регена, чем вы будете зарабатывать денег. Максимум на лайне в такой ситуации можно подбирать крипов под вышкой. Если же у вашей команды все не очень, или вас давят, то Куапа – это хороший герой для сплитпуша. За счет скрима и блинка вы можете долго-долго-долго растягивать линии. Поэтому не бойтесь сплитить, особенно если вы единственный герой в команде, который может это делать. Тут, скорее всего, пригодятся травела. И самое главное, на героях, у которых есть встроенный блинк, используйте блинк с умом. Как во время фарма, так и во время файтов. Плохая позиционка с плохим использованием блинка может плохо закончиться как для вас, так и для вашей команды. Всегда думайте, что влететь в файт одно, а выйти из него – это уже другое. И не стесняйтесь колить и навязывать драки и перемещения от своего ультимейта. Держать ульт, не используемый в игре, к боли путь. И самое главное, не забывайте общаться с тиммейтами и давать инфу, куда вы идете, зачем вы идете и так далее. Это увеличивает вероятность успешного ганга, или успешных симфайтов, да и вообще всего по игре. Это был мой первый гайд на ютубе, небольшой. И я, возможно, что-то забыл, но я уверен, что этих знаний вам будет достаточно для того, чтобы начать осваивать этого героя, и уже через 15-20 игр к вам начнет приходить понимание и какие-то тонкости, и вы сможете легко поднимать себе ММР. Ребятам с хай ММР, конечно же, эта инфа не пригодится, но на лову рейтинги может принести огромную пользу. Если вы хотите гайд на какого-то еще героя, обязательно пишите в комментах, постараюсь сделать. Всем спасибо, ребята, обнял, поцеловал, приобнял, пишите лайки, ставьте колокольчики, жмите комментарии, всем пока!